Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2022 года. Ребята, на эту жпшку надо обратить внимание однозначно. Кто в бюджете 7 миллионов, рома в том числе, 100% надо эту квартиру обязательно посмотреть. Потому что 35,5 квадратных метров, потому что 18-го года дом сданный, потому что все коммуникации центральные, общая газовая котельная, очень тепло, достаточно уютно, в принципе, нормальный ремонт абсолютно, я бы душевую немножко там подделал чуть-чуть, а так, в принципе, ремонт нормальный, можно жить, а главное, мы укладываемся в наш бюджет. Ребята, улица Ландышевая, улица Ландышевая, вот эта жпшка. Сейчас переверну камеру, покажу, чтобы вы понимали. Вот, я стою на улице Ландышевая, вот, я стою на улице Ландышевая, видите, гуляю. Кстати, вот он дом продается, вот он дом, 115 миллионов, на 15 сотках земли, кстати, хороший. Может, у кого-то есть 115 миллионов на Береке? Я уже год его продаю этот дом, он то 150, то 130, сейчас 115 миллионов. Так, вот он, отель у нас, Мигель, вот отель Мигель. Все знают это место на улице Ландышевая, вон, до пляжа там рукой подать. И вот эта жпшечка, очень хорошая. Давайте переверну камеру, прогуляюсь, покажу вам. Там у нас, там у нас улица Крымская. Короче, локация отличная, отличная локация и отличный вариант. Только-только вышел в продажу, поэтому нужно, нужно ехать смотреть по-любому его, однозначно. Давайте, вот таким вот образом с этой стороны выглядит. Там, с той стороны, придомовая, у нас, получается, терраса, есть у кого первый этаж. У нас, как бы, полноценный первый этаж, увидите сейчас. Там со своей небольшой терраской, как бы, можно столик поставить, стульчики. Вот он вам, кусочек моря, пожалуйста. Вот вам кусочек моря, пожалуйста. Со двора тоже видно море. Все, в общем, вы поняли по локации, где мы находимся. Вот это ливневки, я понимаю, вот это ливневки, нормальные, такие должны быть. Это, кстати, въезд в этот дом. Потрясающий дом, на самом деле. 15 соток земли найти на Ландышево, это проблема. И вот, на самом деле, стоил 150, 130, сейчас 115, 115 миллионов. Там шикарный дом. Я, может быть, время найду, ребят, я поснимаю. Я вот, много домов за 100 миллионов, которые, ну, вы понимаете, это точечный клиент. Ну, хотите, я сейчас сегодня один какой-нибудь для вас поснимаю. Полно домов. Если есть что-то бюджетом за 100 миллионов, хочет шикарный дом на шикарном участке, пожалуйста. Есть, полно. Но не вижу смысла их снимать каждый день, потому что тратить на это время, вы понимаете, клиентов, у которых 100 миллионов, гораздо меньше тех, у которых 10 миллионов рублей. Это, ну, это рациональный смысл просто, затраты своего времени. Все, иду, значит, вот так вот у нас при входе, получается, мы попадаем в прихожую. Ну, чтобы было понятно, здесь сделана кухня с гостиной, и, соответственно, у нас зонированная спальня. У нас есть дверь, она просто за ненадобностью вот здесь стоит. С правой стороны у нас, получается, санузел. Здесь у нас кухонная зона. Вот. Ну, в общем, все остается. Стиралочка есть, все необходимое для жизни. Вот такая душевая. Ванной поставить здесь некуда. Бойлер. Ну, полноценная душевая без проблем. Маленькая окошечка там есть. Свет надо поярче сделать, и нормально будет тогда. Так, все, вот у нас санузел. Дальше у нас, получается, кухонная зона, обеденная зона. Так как у нас индивидуальное газовое отопление, котельная на дом, котельная на дом. Очень тепло здесь. Везде конвекторы, очень тепло. Так, ну, вот таким вот образом здесь все выглядит. Профессиональные здесь геймеры, пожалуйста, как вы можете, как бы, наблюдать, да? Блин, все время завидовал этим людям. Ну, по-доброму, в плане того, что там столько навыков, надо знаний иметь, чтобы вести всякие эти стримы. Сеть играет, представляете ли, эти компьютеры. Здесь плейстейшены, здесь профессиональное оборудование. Блин, выведено все на теле. Это все дорогое, на самом деле, очень оборудование. Ладно, мы про квартиры. Здесь спальное место, и вот изолированная еще, получается, спальня у нас. Все, изолированная небольшая спальня. Вот так все выглядит. Тут тоже конвектор, ну, жарко, да, жарко, жарко, жарко. Сплит есть, сплит есть, окно есть, вид на море есть. В принципе, все, все ясно, все понятно. Все ясно, все понятно. В принципе, можно спокойненько жить и в ближайшее время ремонт даже не делать, без проблем. Да, напор более чем, более чем. И вот вы выходите, и все равно небольшой вид у нас, небольшой вид у нас есть. Вот, пожалуйста. Небольшой вид. Тут амангальчик, пожалуйста. Можно пожарить шашлычки, без проблем посидеть, отдохнуть, потому что вот такая все равно есть придомовая определенная территория. И, пожалуйста, у кого-то барбекю, у кого-то что-то с небольшим видом на море. Вот такая история. Вот такая история. Вот такая история.